Почему все шутеры такие дорогие? Что? Бесплатные? Я ненавижу бесплатные шутеры, но больше всего я ненавижу Warface, он как квинтэссенция всего ужасного в шутерах, ночной кошмар геймдизайнера, каждый раз, когда вы заходите в него, можно услышать стон тысячи байт, чей ножей он стал. Вы сейчас такие, воу-воу-воу, ты чё на него наехал? Он же вполне себе годный бесплатный шутант. Нет, годный бесплатный шутант на ТТФ, но то, что представляет из себя Warface, можно назвать шутером только с очень большой натяжкой. Ну, давайте по пунктам. Едва вы заходите в него, вы сразу понимаете, где оказались. Да, это средняя графика, уж простите, а знаете почему? Разработчики даже не слышали по оптимизации, у меня спокойно, почти без перегрева работает батла четвёртая, далеко не самая слабая игра. Но Warface сгрозит процессор так, как будто запускает одновременно три своих копии, и ладно, если бы дело касалось только процессора, сеть так же нихрена не оптимизирована. Я первые минуты провёл тубо выкручивая графику на минимум, в надежде, что лаги пропадут, но не-е-е, никуда они не пропадут и никуда не денутся. Ну хорошо, хорошо, предположим, игра с лагами ваш фетиш не мне вас осуждает. Что стоит на втором месте в шутерах после оптимизации? Ощущение стрельбы. Вот это стрельба в КС. Это стрельба в Сюрвариум. А это стрельба в Warface. Привет, двухтысячные, мы вернулись. Дальше, деление игр на ранги. Ха, а кофе вам в постель не принести, игроки играют в большой куче, только что зашедшие, серебряные, золотые, донатеры и так далее, и так далее. Но пофиг на ранги, это мэйл. Тут не продаётся только твоя анальная детственность, да и то временно. Знаете, как отличить профи от нуба? Это нуб. А это профи. Не спрашивайте меня, зачем они это делают, я почти уверен, что в этом есть практически смысл. Ну, должен же он быть, хотя, по крайней мере, я его убил не сразу, так как не мог прекратить ржать. Но после вашей первой битвы, вы наверняка задумаетесь, почему некоторые игроки умирают с одного попадания, другие с трёх, третий вообще с четырёх, и зайдёте в магазин. Ни хрена там не поймёте? Вообще ни хрена. Вот, скажем вам, хороший пример. Револьвер Кольт Питон наносит 130 урона, жуткая меткость, жуткая скорость стрельбы, оружие массового поражения. А вот СВД наносит, внимание, 140 урона. Оба оружия убивают с двух-трёх попаданий. Я вот специально не поленился сделать то, что поленились сделать разработчики. Зашёл на грёбанную википедию и сравнил эти два калибра. Правда, они похожи. Особенно вот по энергии пули и начальной скорости. Прям удивительно, почему их так по-разному называют. Но подождите, подождите, хотите главную фишку? Пофиг то, что мы не можем определить урон оружия нормально, так как эти 150, 130, 200 вообще ничего не говорят. Пофиг, что пистолет сильнее некоторых снайперских винтовок. Внимание! Если вы входите в режим прицеливания, вы наносите больше урона. Тот же пресловут револьвер. Без прицеливания убивает с трёх-четырёх выстрелов, с прицеливанием один или два. Видимо, к энергии пули добавляется ваша ненависть к противнику и делает её смертоносней. Иначе объяснить происходящее я не могу. Ладно, пофиг. Что там по режимам? Стандартные пвп-режимы, это всё понятно. Разве что хочу отметить. Помните, вы жаловались в коде или в кс в дезматче на спаун врагов, что они всегда появляются за вашей спиной? Поиграйте в варфейс, тут враги спаунятся прямо за вами. Вы можете тупо стоять на месте и крутить головой в разные стороны. Они будут как по волшебству, спавнятся прямо на ваших глазах. Есть ещё пара режимов. Пве это тупо зерокраш в исполнении вашей тушки. Бегите, стреляйте по противникам. От уровня сложности зависит, сколько попаданий надо сделать по врагу, чтобы он умер. Скучно и бессмысленно. Но, надо отдать должное. Есть ещё спецоперации. По сути, это тот же пве, но с интересными условиями и задачами. От них я даже получил маленькую такую дозу удовольствия, даже несмотря на то, что вляпался в тамошний баг. Но даже их умудрились попортить. Мало того, что они идут по специальным билетикам, которые покупаются, так ещё и длятся по 20-30 минут. Вы всё ещё хотите итог? Боги, ребята, купите себе уже по скидке КС или КОД, или Баттлфилд. Тратить на это своё время и нервы, это обойдётся куда дороже. И, умоляю, объясните мне кто-нибудь, откуда в нём взялись профессиональные команды. Кто-нибудь, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!